Что делать, когда ты не знаешь, что рисовать? Мои выходы из ситуации. У меня тоже бывают такие затыки. Я сижу и думаю, что, что, что? Чем мне вот эту вот штуку использовать? Как? Ну, есть, есть подходы, есть. Сейчас проговорю. Меня зовут Эдуард Кичигин. Ставь лайк, подписывайся. И тут много интересного, много очень практичного. Потому что у меня супер практичная история. И это скетчинг, ландшафтное архитектурное проектирование, концептуальное проектирование. Из него вышел мой тип рисунка. Моя лайфстайл. Позиция выглядит вот так. Это все в зарисовке, архитектура, графика, ландшафт, пейзаж. Простые, но симпатичные штуки. Если хочешь научиться такую графику, то... Смотри внизу в описании к видео. То мой сервис Boosty. Подписывайся и рисуй так же круто. По теме видео смотри. Если ты не знаешь, что тебе рисовать в данный момент, то все на самом деле решиться может быть очень просто. Нужно подумать, как ты это будешь использовать в дальнейшем. Что ты будешь делать с этим рисунком. Или если это фрагмент, обучающий фрагмент, ты обучаешь себя. Ну, ты делаешь свой подход к тренировкам. Ты подумай, каким образом, в длинной перспективе все это может работать. Например, мне гораздо перспективнее рисовать домики, рисовать простые формы, чем рисовать, например, скульптуру. Ну, скульптуру тоже нужно, но это такая история длинная, когда, например, в моих проектах будет присутствовать скульптура. Но она иногда присутствует. Вот мне необходимы эти левелы. Но первую голову мне нужны какие-то простые формы. Вот, например, простая форма. Вот за мной тоже простая форма. И памятник стоит на простой довольно-таки форме. И вот это вот все. Все история простых форм. Вот это то, что мне нужно гонять для того, чтобы делать комбинаторику. А, например, вы думаете, что же вам, лично вам, необходимо? Вот нужно подумать, какая ваша длинная история. Например, вы думаете про историю там, ну, кто делает одежду? Модельер, например. То нужно, конечно, рисовать человеческую фигуру и рисовать драпировку. Вот это вот длинная, длинная история. Если думаем про автодизайн, ну, конечно, нужно рисовать машинки. И рисовать какую-то простую сначала примитивную геометрию, из которой потом, согласно правильному пониманию о перспективе, можно будет выращивать правильные, эстетичные, крутые формы автодизайна. То есть, вот, думать в долгую – это прям суперправильный вариант. Это один момент. Момент номер два. Тут важно понимать, если загоняться, если идти в такой перфекционизм, идеализм, это не очень практичная история. Она, ну, хороша для того, чтобы, вон, корону формировать себе на голове. Но это, на самом деле, не очень хорошая история. Нужно действовать тем, что есть здесь и сейчас. То есть, например, у меня в руках линер, а я предпочитаю перо. Я думаю, что перо – это превосходный, идеальный способ, инструмент для рисования. Но у меня в руках только линер. Что я буду делать? Я не буду ждать, пока ко мне придет перо, когда я получу идеальные особенности окружающего пространства, для того, чтобы я мог сесть, поставить чернейницу, там, растопырить вот эту всю историю с дорогой бумагой. Нет, не буду. Я буду делать свою мысль вот этой вот штукой. Она не идеальная, она не превосходная, она не даст из моей деятельности 100% на самый крутой результат, но она даст мне возможность фигачить здесь и сейчас. Поэтому я выбираю те инструменты, которые есть под рукой. Ну, соответственно, я и выбираю те инструменты, которые могут быть у меня постоянно под рукой. Вот эту вот штуку сунуть в карман идеально. Думаем дальше. Ну, все это происходит из такой практической пользы. То есть, я думаю не про фантазийное рисование, а про то, которое, например, там, при длительных подходах вот таких вот принесет вам максимум пользы. И вот этот набор нового вопроса, которые, может быть, наведут вас на именно вашу правильную дорожку. Что еще в этой правильной дорожке может быть важно? Ну, в общем, то, в каком стиле, например, рисовать. Что это может быть? Может быть, этот стиль зависит от инструмента, который у вас под рукой. Но что я думаю? Нужно стараться хотя бы фрагментарно, хотя бы по чуть-чуть брать тот стиль, к которому вы стремитесь. Ну, то есть, есть же понимание, ну, зачем-то вы собираетесь это делать. И, например, при переложении вот этой мысли на, например, мой, на мой личный, я думаю, мне перспективно рисовать, например, перо и тушь, перо и чернила, и размытие водной кистью. Потому что так я видел, например, крутейшие наброски Рембрандта. Рембрандт, Рембрандт. Ну, что? Круче только тучи. Вот, я должен делать так. Но если у меня под рукой их, например, нету, то я, может быть, могу использовать вот такую ерунду. Ну, это линеры, которые по оттенкам пытаются немножко приблизиться к той графике, к которой я стремлюсь. Я набрал вот таких вот четыре оттенка и могу их моделировать. В итоге я не напрямую иду к технике, которая для меня является превосходной, а такими окольными путями. Но я все равно туда двигаюсь. Вот с каждым вот таким вот подходом. Например, я не могу использовать перо и тушь, но я стараюсь ту технику, которую я понял в перее и туши, переносить на вот... Да даже вот на эту балду. Вот на эту. То есть вот эта история, она формирует мой стиль. И мой стиль всегда идет ко мне в плюс. То есть я не буду, ну, в силу там определенного моего стиля, наверное, не буду постоянно делать упражнения в технике рисования маслом. Потому что, ну, мне зачем? У меня вообще другой стиль. Может быть, мне это когда-то будет интересно, тогда это придет в мои видосы. Но сейчас, для того, чтобы моя практика постоянно умножалась, мне нужны вот такие вот черно-белые материалы. Ну, графика черно-белая. Ну, плюс цепи. Цепи, вот я только что проговорил. Мега важная, мега нужная штука. Вот прям супер. Это начинать рисовать с того, что получается. Если нет большой задачи, там, какое-нибудь преодоление или, ну, там, дедлайна, или вообще конкретики нету, то для того, чтобы разогнаться, для того, чтобы вот эта вот история хорошо сработала, нужно начинать с тех фрагментов, из тех элементов стиля, из тех подходов, которые отработаны и получаются. Потому что главное в этой всей истории это привести себя в то состояние, когда ты начинаешь рисовать. Это, может быть, немного нужно времени. Но если вы стартанули, то дальше вот оно само покатится. И нужно на момент старта убрать максимально все мешающее и стартовать в комфортной для себя позиции. А комфортное для меня, например, это рисование какой-нибудь простой формы или, вон, элементов пейзажа. И от нее, например, я начинаю, стартую, рисую, у меня получается, это все выглядит симпатично, и мне самому хочется рисовать дальше. Поэтому стартуйте с того, что уже умеете, а потом берете, интерпретируете, развиваете. Любопытная идея для того, чтобы придумать, что рисовать, может быть вот такая вот интересная мысль. У меня так срабатывало, когда я работал журналистом. Мне нужно было писать текст, и я писал его не для всех, не абстрактно для всех, а конкретно для кого-то. То есть я убирал из своих знакомых или незнакомых людей, персонажа, человека, и писал текст, как будто бы я говорю ему. Это может интересно работать. Вы можете рисовать не конкретно там миру или сообществу, а держать в голове, чтобы эту работу, эту конкретную работу, рисуете для кого-то конкретного. И вот попробуйте, и подход изменится, и нацеленность на результат, она тоже немножко изменится, и водное, и трудолюбие, она тоже немножко изменится. Когда человек делает не для себя, он может выложиться намного круче. Это странно. Мы такие существа. И эгоистичные, и жертвенные. Это странно. Если прям сильно стопоритесь, и, ну, вот вообще прям ничего не работает, можно попробовать стартануть с чужой идеи, с чужого рисунка. Ну, то есть посмотреть, начать разбирать вот то, что хотел сказать автор, или там начать рисовать вот эти элементы, которые рисовал он, и продолжить дальше свое. Ну, то есть копирование, в копировании тоже есть много смысла, потому что, например, когда учитесь техники, а преподавателя нету, исправить некому, то копирование – это крутая техника. То есть берешь, там, например, перерисовываешь, и перерисовывая, как в прописи. И берешь, например, смотришь, как рисуются буквы, и повторяешь, и повторяешь, и повторяешь. То же самое работает с рисунками, это прекрасный метод обучаться, перерисовывать. Но это, конечно, не творчество. Но можно перемести это к творчеству, когда ты как разгон делаешь себе историю какой-то чужой работы, но не делаешь ее копию, а делаешь свое. Ты просто как бы на этом завелся и поехал. Ну, завелся и поехал, круто. Дальше свой результат, нормальный старт. Неплохая тема, кстати, стартануть, может быть, с абстракцией. Знаете, в детстве были такие, такая игра, когда берешь, ручкой рисуешь любую абстрактную фигуру, а потом из нее вытаскиваешь форму, например, там, что-то увидишь вот в этой абстракции. Заяц, девушка, мотоцикл, самолет, земной шар, инопланетянин, все что угодно. И эта штука, она помогает и креативить, и помогает стартануть, и помогает начать что-то действовать. Потому что, когда ты не знаешь, что рисовать, может быть, ты и не начинаешь вообще вот этот процесс. А с малевания абстракции ты хотя бы перешел уже в другую стадию, ты уже что-то делаешь. И, в принципе, даже есть плюс, потому что ты не надеешься на симпатичный результат, поэтому ты бесстрашен, как самурай, блин, рисуешь свои корявки. А потом стартуешь, разгоняешься, делаешь микро-зарисовку, ну и так двигаешься, двигаешься, двигаешься. Это работает. Еще любопытная тема. Когда не знаешь, что рисовать. Знаете, в общем, это, ну, такой, может быть, пугающий опыт. Попробуй то, на что у тебя раньше наглости не хватало. Вот, например, для меня этот задвиг – это рисовать то, как рисовал Пиранези. Или, как делал свои наброски Рембрандт. Или, как делал свои рисунки Даре. Такие штуки. У меня в голове висит много вот таких вот, за которые я просто не берусь, потому что я думаю, я понимаю, что у меня сейчас сил не хватит. Но хороший момент для старта вот таких штук. Да, вполне себе тот самый момент. Крутая тема также, вот, она рабочая. Она реально рабочая. Поискать вот этот старт для себя в смежных искусствах. Потому что, например, я когда хожу, я смотрю на превосходные домики в Петербурге. Питер весь набит этими домиками. Я нахожу себе вдохновение и толчок, и пинок под зад просто в том, что напрямую не коррелирует с моими рабочими задачами. Мои рабочие задачи могут быть совершенно другие. Но то, что сделали вот эти чуваки, которые построили Питер, оно дает мне отправную точку. И, как ни странно, то же самое происходит и с музыкой, и с литературой. И даже красивая девушка идет мимо. Это может зарядить мой мозг на то, чтобы понимать вообще какие-то другие вещи. То есть смежное искусство – это область таких, такого драйвера, такого вполне себе реального пинка под зад, для того, чтобы ты начал что-то делать уже. Слушайте, может быть такая самая веселая и дерзкая идея для того, чтобы, если не знаешь, что рисовать, начни готовить материал для собственной выставки. Вот просто поставьте себе задачу такую. Я, конечно, понимаю, что может быть такая ситуация, что вы вообще нифига не умеете. Вот я постоянно ощущаю себя вот в таком состоянии, что я нифига не умею. И что мне с этим делать? Но это же не значит, что я не должен готовиться к собственной выставке. Я прямо вот сейчас серьезно говорю. Я думал об этом, даже когда у меня никаких скиллов не наращено было. И это отрезвляет. Потому что, не потому что ты становишься более наглым внутри, как бы, а потому что ты по-другому начинаешь продумывать свои возможности. Вот реально начинаешь планировать. И когда появляется план, то тогда появляется эффективная методика достижения этого плана. А что это значит реально? Это значит, что ты, понимая, что ты, например, проваливаешься по перспективе и все время игнорируешь этот вопрос, думая о том, что, может быть, когда-то у тебя будет выставка, и сейчас ты тратишь время на то, чтобы подготовить материал для этой выставки, и, может быть, он будет когда-то использован, тебе будет просто стыдно рисовать, проваливая перспективу. Потому что ты поймешь, ну это же просто смешно, это же нельзя показывать людям. Это же, ну, бред, бред сумасшедшего. И ты будешь думать, окей, теперь у меня есть понятная, ясная задача. Мне просто нужно врубиться в перспективы и погонять ее на простых формах, и просто закрыть этот вопрос. Я его закрою, я закрою этот вопрос, и дальше мне будет легче. И вот такой подход, он супер-супер-супер организует деятельность. И я думаю, вы будете знать, что вам рисовать. Ну, в общем, меня зовут Эдуард Кичигин. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. По моей графике уроки внизу в описании к видео и по ссылке в шапке профиля. В сервисе Boosty месячная подписка, 400 рублей, радостно используйте. И не долбитесь головой об стену, а берите мою проверенную методику, тем более, что это прямо итальянская, европейская тема. Вот, всем хорошего дня. Чао-чао, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok